Добрый день дорогие друзья! Добрый день дорогие друзья! Не играла и это была большая потеря, была заявлена Диана Ильина, она на площадку не выходила, ну и вот без основной разыгрывающая Астраханочка потерпела поражение, потерпела третье поражение в этом чемпионате страны, ну и сегодня конечно же астраханские болельщики надеются, что хозяйки площадки возьмут реванш и сделают задел перед ответным поединком, который пройдет в Волгограде 16 января в следующую субботу. Волгоградские гандболистки уже на площадке, тренер этой команды известный специалист Виктор Рябых, который неоднократно приводил Волгограда к победам в чемпионате Российской Федерации. Динамо сегодня в белой форме будет играть, ну и теперь представление игроков Астраханочки. Сегодня два вратаря заявлено, Евелина Аножкина заменила Викторию Калинину, которая вот играла в Волгограде, показала неплохой процент по статистике 35, но сегодня наставники Астраханочки Михаил Серегин и Евгений Трифил отдали предпочтение другому голкиперу Евелине Аножкиной. Итак, Астраханки появляются на площадке. Калина Сесенова играет под вторым номером, Яна Жилинская, это четвертый, Екатерина Смирнова, шестой, это Екатерина Суханова, 14-й Олег Горшенина, 9-й, Анна Вяхерева, 13-й. Кто у нас следующий по порядку? Евелина Аножкина, голкипер. Людмила Выдрина, 17-й номер. Кристина Кожакарь, левый край. Виктория Жилинская, это второй бомбардир команды в текущем сезоне, но и счету 45 мячей. Лучший бомбардир это Анна Вяхерева, 50 голов во всех турнирах. Это Кристина Тарасова перед ней. Мария Рачитлева появилась на площадке. Кира Трусова, 44-й номер. Кристина Тарасова, 22-й. Карина Ёжикова, капитан команды, 73-й. И Яна Емельяненко, 92-й. Главный тренер Михаил Серегин и помогает ему Евгений Трифилов, наставник сборной России. Виктор Рябых, наставник Динамо Синары. По-прежнему Астраханчики из-за травм вынуждены в лазарете находиться. Полина Кузнецова и Валентина Кончарова. Конечно, этих игроков очень не хватает. Но сегодня заявлены молодые гонболистки. Милана Таженова, игрок юниорской сборной. И Карина Сесенова, игрок молодежной сборной. Судьи. Исмаил Металари, Македония. И Ненат Николовский, тоже из Македонии. Эта бригада арбитров будет работать на матче. Итак, игроки пожмут сейчас друг другу руки. Интересно, что Астраханочка последние три сезона в Еврокубках обыгрывает все иностранные команды. Но вот встречи с российскими клубами приносили отрицательные результаты. Два сезона тому назад в полуфинале Кубка ЕГЭФ Астраханочка уступила Ладе. Причем дома выиграла уверенно. А вот в Тольятти не смогла удержать перевес. В четвертьфинале в прошлом году с Ростов-Доном тоже была неудачная игра. Два поражения. Астраханочка выбыла из борьбы за награды. Это Михаил Серегин, главный тренер Астраханочки. Ну и третий сезон подряд, правда, на разных стадиях. Смотрите, тенденция. Полуфинал, четвертьфинал. Сейчас одна восьмая финала. Уважаемые третили и команды участницы. Дружине Михаила Серегина противостоит российский коллектив. Это составы команд. Боевой состав у Динамо Синары. В протоколе, кстати, все те же игроки, которые 5 января добыли победу в матче чемпионата страны против Астраханочки. То есть Виктор Рябых, вот он, крупным планом. Кстати, тоже входит в тренерский состав национальной сборной России. Он не стал делать ни одной замены. Сегодня те же самые гонболистки выходят на площадку. Ну и вот, судя по всему, первая атака будет у Астраханочки. И, поскольку игроки Динамо Синары расположились возле своей зоны, будут защищаться. И давайте смотреть стартовые составы. В воротах у Астраханочки Кира Трусова у волгоградской команды Марии Дувакина. Она, кстати, не начинала в основном составе матча чемпионата страны, но удачно вошла в игру после перерыва. Второй тайм здорово отстояла. Отыграла, если быть точнее, 44% отбитых бросков. И Мария Дувакина, игрок юниорской сборной, сейчас в воротах. Динамо Синары с первых секунд. Итак, ждем стартового свистка. Первая атака у Астраханочки. Яна Жилинская действует в линии. Правый край, другая Яна Емельяненко. Екатерина Смирнова в розыгрыше. Свисток, время пошло, матч начался. Итак, следим за игрой. Анна Вяхерева на месте правого полусреднего, 13-й номер. Емельяненко, 92-й, Смирнова, 6-й. Вика Жилинская, это под 20-м на месте левого полусреднего. Левый край Кристина Кожакарь, 18-й. Ну и в воротах Кира Трусова это стартовый состав Астраханочки. Вяхерева. Смирнова. Виктория Жилинская, это пас на край. Яна Емельяненко не пошла атаковать. И скидка на левый край Кожакарь. Гол, 1-0. Астраханочка выходит вперед. Нет замен при переходе от атаки к обороне. У хозяек площадки, у Динам Синары, есть одна замена. Полина Ведехина, игрок сборной России, на позиции центрального игрока. Вот она была сейчас с мячом. Ну и Ярослава Фролова, скорее всего, тоже будет действовать на позиции разыгрывающего. А Ведехина ушла на место левого полусреднего. Фролова под седьмым номером в розыгрыше. Команды сыграли одну минуту. Екатерина Фанина, известная астраханским болельщикам, действует на левом краю. Фанина несколько сезонов провела в астраханочке. Фанина под девятым номером играет. Ну и первая атака Волгограда пока не очень удачно развивается. Скоробогатченко на месте правого полусреднего. Гол! 1-1. Ведехина сравнивает счет. Полина Ведехина, лидер команды, как и полагается. Решилась первый на бросок и точно. Ничья 1-1. Повтор этого взятия в ворот. В астраханочке первый гол на счету Кожакарь. С Динам Синары отличилась Полина Ведехина. Ну и на месте правого края играет Анастасия Макина. 31 номер. Представил всех игроков. Да, центральный защитник Евгения Петрова. 1-1 пока в матче Динамо. Астраханочки Динамо и Синары команды сыграли две минуты. Гол! 2-1 впереди хозяйки площадки. Это Виктория Жилинскайте. Сумела просочиться сквозь оборонительные порядки соперницы. Отправила мяч в сетку. Петрова играет и в защите, и в атаке. Она на позиции линейной сейчас действует. Ну и сзади Скоробогатченко, Фролова и Ведехина. Края Макина и Фанина. Ведехина. Фролова. Скоробогатченко. Фролова. Бросок штанга. Мяч отскакивает руки Смирновой. Атака Астраханочки. Жилинскайте грубо против нее играют. Судья, конечно же, сейчас вынесет наказание. Удаление. Антонина Скоробогатченко отправляется на скамейку штрафников. Пенальти в этом эпизоде не будет. 9 метров. Но вот, смотрите, Скоробогатченко очень жестко играла против экс-чемпионки мира Виктории Жилинскайте. Вяхерева. Емельяненко, Вяхерева. На край стяжка. Кожакарь. Гол. 3-1. Команды сыграли 3 минуты. И после броска Кристина Кожакарь. Астраханочка уходит в отрыв. На два мяча. И еще полторы минуты будет иметь лишнего игрока. Ведехина. Фролова. Фролова. На позиции правого полусреднего Юлия Иголикова сейчас играет. Она заменила удаленную Скоробогатченко. Без правого края играют волгоградки. Ведехина. И Трусова отбивает бросок Фаниной. Но мяч, правда, вышел за пределы площадки. Продолжается атака Динамо Синары. Повтор этой атаки. Удачно сыграла Трусова. Фролова. 4 минуты позади. Бросок Ведехиной. Гол. 3-2. Пока. Оба мяча. В активе Динамо Синары Олена Ведехина отличилась. Ещё 20 секунд Динамо Синара будет играть в меньшинстве. Сыгран на 4,5 минуты. 3-2. И Волгоградский сравнивает счёт. Фролова. И пенальти бьёт Старханочка. Итак, 7-метровый в ворота Динамо Синары. 5 минут позади. Пенальти бросает Вяхерева. Старханочка. Гол. 4-3. Анна Вяхерева выводит Астраханочку вперёд. Ну а пенальти заработала Яна Жилинская. Это вы видите его на повторе. 4-3. Ведёхина, Фролова. Команды в равных составах. И техническая ошибка. Потеря у Динамо Синары. Макина ошибается. Кстати, в матче... В матче чемпионата страны... Очень много было потерь у Динамо Синары. У Астраханочки Динамо Синары 9. У Астраханочки 15. И Волгоградки пропускают ещё один гол. Вяхерева отличилась. 5-3. Команды сыграли 6 минут 10 секунд. Вяхерева. Снова два мяча перевес у Астраханочки. Бросок Фроловой отбивает Трусова. Контратака. К Жакаре. Выход к воротам. Гол. 6-3. Пока Кристина улучшит бомбардиров. Астраханочки 3 заброшенных мяча. Два с позиции. Вот один в контратаке. Ведёхина. Пролова. Снова Ведёхина. Ведёхина. Позади в этом матче 7 минут. Фролова. Фанина. Пошла атаковать. И забила. 6-4. Екатерина Фанина. Хорошая атака. С позиции. Фанина забила 7 мячей в матче чемпионата страны. Постоянно будем возвращаться к тому поединку. Поскольку состоялся он лишь 5 дней тому назад. Последнее свидание соперниц. Ну и вот Екатерина Фанина. 7 мячей из 8. Очень высокий процент у неё в той игре. Лучший бомбардир Динамо Синары. Жилинская. Это Вика. Гоу. 7-4. Повтор. Чуть не сняли футболку. Тут Антонина Скоробогатченко. Едва не перестаралась. Но мяч в сетке. 8 минут сыграли команды в этом поединке. 7-4 впереди Астраханочка. Ведёхина и Фролова поменялись позициями. Стяжка. Фролова с мячом. Передача в линию. Петрова. Гол. Хорошая комбинация. 7-5. Евгения Петрова. Первый мяч этого игрока в этом поединке. Ну и время у нас остановлено. 8 минут и 18 секунд. Игроку Динамо Синары требуется медицинская помощь. Это Фролова оказалась на площадке. Ей оказали помощь. Ну и всё время пошло. Игра продолжается. Причём Астраханочка, Смирнова, Вика Жилинская это скрест с Яной. Яну вяжут. Юлия Голикова удачно связала игрока. Бросок Смирновый. Мимо ворот мяч летит. Контратаки не будет, поскольку мяч там запутался в сетке. Ну и Волгоградки имеют шанс сократить своё отставание. Кстати, Маргарита Кушный в воротах уже у Динамо Синары. Взамену сделал Виктор Рябых на позиции. На этой позиции. И на посту номер один. 9 минут позади. 7-5. Астраханочка Динамо Синара. Фролова сама атакует. Трусова отбивает её бросок, но 9 метров. 6-0 обороняется Астраханочка. Сёстры Жилинская это Яна и Вика в центре. Ну и на позиции вторых защитников играет Вяхерева Смирнова. На краях Кожакарии Суханова. Суханова появилась на площадке. Ещё одна замена, которую сделал Серёгин. Вместо Емельяненко Суханова. И снова Трусова с помощью блока останавливает мяч. Контратаки, видимо, не получится. Вяхерева. Смирнова. Сама в прорезку. И не забила. Жаль, хороший был шанс для того, чтобы увеличить счёт. Петровый. Предупреждение. За этот эпизод. Есть звёздные мои болельщики из Волгограда. Команды 10 минут сыграли в этом поединке. 7-5. Но не мудрено. Волгоград рядом с Астрахани расположен. Самый ближайший город. Ну и нетрудно болельщикам приехать поддержать свою команду. Наверняка 16 января. И в Волгограде будут астраханские фанаты. Ведёхина, Фролова, Скоробогатченко. Бросок Фроловой. Гол. 7-6. Второй мяч Ярослава Фроловой в этом поединке. Фролова входит в состав молодёжной сборной России. Так же, как и Карина Сесенова, Анастасия Рябцева. Игроки Астраханочки. Суханова. Жилинская, это Вика. Скоробогатченко снова её останавливает с помощью штрафного 9-метрового. 11 минут позади. Ёжикова. Ёжикова заменила. Как раз Смирнову на позиции разыгрывающего. Поднятые руки арбитров. Нужно бросать. Вяжут снова Вику Жилинская. Это 9-метровый. Но сейчас уже арбитры мяч отберут. Вика, бросок. Гол. Так, мяч засчитан. Виктория Жилинская забивает. Мощнейший бросок. Мяч с такой скоростью влетел в ворота, что вылетел из них стремительно. Вот смотрите. Порой даже человеческие глаза не уследит. За столь быстро выпущенным мячом. Но 8-6. После броска Виктория Жилинская. Это Вика 3. Кжакарь тоже 3. И Вяхерева 2. Вот бомбардиры Астраханочки на данный момент. Лишь пока 3 игрока забивали. 12 минут позади. И тайм-аут берет Виктор Рябых в этот момент. Наставник Динамо Синары. Решил остановить игру. 12 с небольшим минут сыграно. Ну и давайте послушаем, о чем будет говорить Виктор Николаевич со своими подопечными. Да. Да, интересно сегодня противостояние. Евгений Трифилов входит в тренерский штаб Астраханочки. Он является главным тренером сборной России. Его главный помощник, первый помощник, второй тренер Михаил Серегин, главный тренер Астраханочки. Ну и Виктор Рябых тоже работает в тренерском штабе сборной России. Кстати, 9 марта здесь в Звездном сборная России играет отборочный матч чемпионата Европы против сборной Дании. Интереснейшая будет игра. Ждем наплыва болельщиков. Астрахань сейчас, можно сказать, одна из гандбольных столиц России, если не главная гандбольная столица. Ну а пока мы смотрим матч Кубка ЕГЭФ. Игра продолжается. Астраханочки, Динамо Синара, международный поединок. Хоть и российские коллективы разыгрывают путевку в четвертьфинал. Ну и Астрахань претендует на проведение отборочного олимпийского турнира, который пройдет с 18 по 20 марта в России. Пока еще город неизвестен. Но федерация склоняется к тому, что все-таки это будет Астрахань, учитывая, как любят здесь гандбол. Какие условия созданы российской сборной. Ну и другим командам наверняка будут созданы отличные условия для тренировок, для подготовки. Но и прекрасный спорткомплекс есть. Спорткомплекс звездный. Выместительный. И болельщики из разных городов могут приехать. Продолжается игра. Астраханочка в атаке. Бросок нет. Мяч не засчитан. Раньше было нарушение правил. Снова пассивная атака. Показывают македонские рефери. Очень долго. Астраханки разыгрывают мяч. Видимо, это указание тренерского штаба. Бросок. И мяч летит мимо ворот. Горшинина появилась на площадке. Но там было касание блока. Видимо, или все-таки фол. Да, угловой, значит, мяч коснулся блока. 13 минут позади. И Волгоградки отбились. 13 минут 20 секунд сыграно. Динамо Синара забивает. 8-7. Это Скоробогатченко. Первый ее мяч. Идет 14-я минута встречи. Счет 8-7. Астраханочка уходила в отрыв на три мяча. Но вот Волгоградки сократили до минимума свое отставание. И у гостей пять игроков забивали. Тогда как у Астраханочки пока только трое. Горшинина на позиции правого полусреднего. Милана Тоженова вышла играть в розыгрыш. Игрок юниорской сборной. Самый молодой игрок Астраханочки в заявке. 14 минут позади. Бросок Тоженовой в блок. Горшинина. Тоженова. Скрес с Ёжиковой. Но передача в борьбу следует. Снова Тоженова. Горшинина. Острый угол. Мяч летит мимо ворот. С такого угла забить невозможно. Тоженова родилась 6 марта 1999 года. Но вообще самый молодой игрок Астраханочки в заявке на этот чемпионат России. И на Кубок ЕГФ тоже. Ее партнерша по сборной юниорской Антонина Скоробогаченко самый молодой игрок благоградского Динамо Синара. Она тоже в 1999 году родилась. Чуть пораньше, правда, 14 февраля. Но Скоробогаченко имеет больше игровой практики в Динамо Синаре. Основной правый полусредний. 15 минут сыграно. Волгоградки 9-метровые заработали. Но рефери предупреждают их о пассиве. Бросок. Мяч от блока прилетает Трусовый. Но контратаку был увидеть. Нет, видимо, не получится. Волгоградки успели вернуться в оборону. Горшинина сама пошла атаковать. И, конечно же, это фолл, который карается. Смотрим. Реакцию арбитров. Либо пенальти, либо удалением. Горшинина на полу. Еще раз. Фролова нарушила правила. Нет, только 9 метров будет. Только 9. Фролова на площадке. Удаления нет. И пенальти тоже нет. Матч продолжается. Таженовая, Ёжикова и Горшинина в задней линии. Ёжикова. Горшинина. Снова Ёжикова на край. Сухановый. Ёжикова. Опять затык. Опять пассивная атака. Показывают арбитры. Отбивает мяч Кушнырь. Но там было нарушение правил. Еще один 9-метровый. Ёжикова. Бросок. Мимо. Кстати, Карина Ёжикова в матче с Динамо Синарой в рамках чемпионата стала лучшим бомбардиром у Астраханочки. Забросила 12 мячей. Итак, 16 минут сыграли команды. 1-8 розыгрыша Кубка ЕГЭ. В первый матч. Астраханочка Динамо Синара. 8-7. Упорная игра. Фанина. Фролова. Карабагаченко. Стяжка на край. Макина. Трусова ее бросок отбивает. Браво Кира. У Ёжиковой было 12 заброшенных мячей. 5 января. 6 в пенальти. Все 6 в пенальти она сумела забить. Но и с игры забросила 6. 60% результативность. Хороший, в общем-то, результат для заднего игрока. Капитан команды Карина Ёжикова. Скидка в линию на Тарасову. Нет. Передача от Таженовой не очень точная. Но было нарушение правил. Досует состав Михаил Серегин. Уже нескольких игроков поменял. В частности, вот всю заднюю линию сменил. Линейного поменял. Перехват Тарасова. Гол. Гол. 17 минут сыграно. Астраханочка сбивает 9-й мяч. Кристина Тарасова. 9-7. Фактически только из основной шестерки полевых. Только Кристина Кожакарь. С первых минут играет. И пока еще ни разу не присела на скамейку запасных. Всех остальных уже Серегина Трифилов поменяли. Ну и Трусова, естественно. Вратарь. Гол. Динамо. 9-8. Скоробогатченко. Мощнейший бросок. Второй мяч Антонина Скоробогатченко. Самого молодого игрока Волгоградок в этом поединке. Фролова 2. Ведехина 2. И Скоробогатченко 2. По одному Фанина и Петрова. Суханова с краю. Гол. 10-8. 10-8. И команды сыграли 10 минут. Первый мяч Екатерины Сухановой в этом поединке. Ну и в целом в розыгрыше Кубка ЕГФ. Иония Суана не забивала. Персонально сейчас против Ведехина играет Тарасова. Оборона 5 плюс 1. Тарасова сейчас передвинулась на Фролову. И опять вернулась к Ведехиной. 18 с половиной минут команды сыграли. 10-8. Фролова. Скоробогатченко. Пассивная атака. Винитрифилов есть в игре. Македонские рефери назначают 9 метров. Петрова. Так. Неправильно разыграли. 19 минут позади. Вот сейчас бросок. Блок. Отскок. Кожакарь подбирает. Ну и можно организовать еще одну атаку. Ивелина Анушкина в воротах у Астраханочки. Заменила она Киру Трусову. Трусова 44% бросков отразила в Волгограде. Калинина 35. Анушкина там не играла. Повтор еще раз этого эпизода. Суханова. Смирнова. Ежикова. Смирнова вернулась в игру. Таженова вновь на скамейке запасных. Бросок. Гол. 11-8. Карина Ежикова. Первый мяч в этой встрече. Повтор. Хитрый бросок. Мяч в сетке. Низом был бросок. Сложный для вратаря. Десять минут до конца первого тайма. Вяжут Фанину. Она ушла с позиции левого края. Корректная игра. Всего одно было удаление у нас. В этой встрече. Ну и один пенальти. Ляхерева его забила. Фанина. Фролова. Снова Фанина. Атака с краю. Гол. 11-9. Екатерина Фанина. Второй мяч. Второй мяч Фанина, естественно. Ну и девятый. Динамо Синары. Смирнова. Грубо. Но без удаления играет Скоробогаченко. Смирнова. Ежикова. Напрыжка. Гол. 12-9. Карина Ежикова берет игру на себя и забивает. До конца первого тайма 9 минут. Карина Ежикова. Второй ее гол. Причем второй подряд. Я, наверное, на своей машине сбоку цифру 7-3 нарисую. Хорошая система. Снова Тарасова персонально против Ведехиной. Фактически 5 на 5 сейчас игра. Пас на Фролову. Да, все-таки сумела мяч выловить. Снова 9 метров. Скоробогаченко в блок попадает. Контратака. Нет, так и Жакарь мяч не долетел. А нельзя, по-моему, было брать мяч Кушнери или можно? Ну, можно, наверное. Мяч у Динамо Синары. Контратака не получилась, к сожалению, у хозяек площадки. Скоробогаченко. Напрыжка на зону. Бросок. Гол. 12-10. Антонина Скоробогаченко выходит в лучшие бомбардиры Динамо Синары. Третий ее гол. Восемь минут до конца первого тайма. Хоть и лишь 16 лет девчонке, но, наверное, будущее российского гандбола. Не по годам зрелая гандболистка Антонина Скоробогаченко. Ну, и особенно ценна тем, что у нее бросковая рука левая. Итак, тайм-аут берут наставники Астраханочки Михаил Серегин и Евгений Трифилов. Подходят своим девчонкам. Ну, и ждем, ждем, что скажут тренеры Астраханочки. Продолжение следует... Недоволен Евгений Васильевич действиями Смирновой, да. Очень много зависит от центрального игрока. Ну, и, по-моему, даже фразу такую сказал Трифилов. Ты сегодня забьешь или нет, Смирновой? У Смирновой пока ни одного заброшенного мяча нет. Ну, сейчас-то вроде не было эпизода, которому можно было придраться. А до этого у Смирновой было пара шансов, но она не сумела забить. Однако Смирнова остается на площадке. 22 с половиной минуты сыграно. Смирнова, Вика Жилинскайте с крестик такой. Организовали пас в линию и Яна забивает. 13-10. Яна Жилинскайте. У Яны первый мяч. 13-10. Ну, первый тайм крутится вокруг этой небольшой разницы. От одного до трех мячей Астраханочка ведет в счете. И теперь к Ведехиной персонально Вяхерева приклеилась. Тарасову на скамейке запасных. Фролова. Семь минут до конца. Скоробогатченко села отдыхать. Вышла вместо нее Юлия Голикова под пятым номером. Вот она была с мячом. Макина, Голикова. Снова пассивная атака. Голикова. Мяч в воротах. 13-11. Юлия Голикова. Первый мяч. Юлия Голикова номер пять. Вяхерева. Основной состав выпустил Серегин в эндшпиле первого тайма. Снова Смирнова, снова Вика Жилинскайте, Яна тут же и Вяхерева. Середину первого тайма они провели на скамейке запасных. Суханова. Смирнова. Вяхерева с краю в ближний гол. 14-11. Анна Вяхерева. Третий мяч. Шесть минут до конца первого тайма. Анна Вяхерева. В ближний угол. И Кушнырь. Прикармливала этот ближний угол. Специально оставила его, но не среагировала на бросок как следует. Маргарита Кушнырь. Игрок молодежной сборной. Ну и гол Динамо Синары. 14-12. Ярослава Фролова отличилась. И тут же Астраханочка отвечает голом. Вот Екатерина Смирнова забивает 15-й мяч. Требования Евгения Васильевича Трифилова выполнила. Наконец забила свой первый мяч в этой игре. Ну что, расширился список игроков, которые поразили ворота соперников Астраханочки. Поначалу лишь три было фамилии в списке забивающих. Сейчас побольше. Восемь гандболисток забивали к этому моменту в составе Астраханочки. Пробежка у Динамо Синары. Мяч отбирается. Пять минут до перерыва. 15-12. Можно забить еще Кожакарь. Гоу! 16-12. Кристина Кожакарь забивает четвертый свой мяч. И снова она единоличный лучшему бордиру Астраханочки. И впервые до четырех мячей возрастает преимущество подопечных Серегина и Трифилова. Впервые четыре мяча. Ведехина. Четыре с половиной минуты до конца первого тайма. И гол Волгоградки забивают. 16-13. Это Петрова отличилась. А, нет, это Беликова. Дарья Беликова. С позиции линейного проатаковала. И удаление Астраханочки. Вика Жилинскайте отправляется на скамейку штрафников. У Динамо Синары лишний игрок. Важный момент. Кира Трусова вернулась в игру. Она вновь в воротах. Ежикова. Горшенина снова на площадке. Заменила Вику Жилинскайте. Четыре минуты до перерыва. К Жакарь. Ежикова. Ежикова. Свисток 9 метров. Вьяхерева. Сама пытается прорваться. Падает на паркет. Астраханочка поддерживает Астраханочку. Астраханочка выступает. Фаняна тут ее уронила и гол забивает Астраханочка в меньшинстве. 17-13. Карина Ежикова взяла на себя игру. Отправила мяч в ворота. Снова коварный бросок, который для Кушнырь оказался неразрешимой загадкой. Волгоградки и лишнего игрока будут иметь еще более 30 секунд. Три минуты до перерыва. И отражает бросок Беликова и Трусова, но там было нарушение правил. Пенальти. Пенальти в ворота Астраханочки. И арбитры попросили остановить время. 27 минут 11 секунд на табло. Пенальти будет бросать Полина Ведехина. Ведехина против Трусовой. Гол. 17-14. Полина Ведехина. Отличилась. Третий мяч Полины. Самый опытный игрок команды. Из тех, что сегодня попали в протокол. Ну, Астраханочка уже в полном составе. Не торопиться нужно с атакой. Пошла на бросок Ёжикова. Может быть, зря. Надо было мяч подержать. Полина Ведехина в составе сборной России принимала участие в чемпионате мира. Так же, как и Анна Вяхерева и Яна Жилинскайте. Ну, и Виктория Калинина, конечно же, тоже. Хоть она и была в аренде в Майкопе, но сейчас вернулась в Астрахань. Две минуты до перерыва. Скидка в линию. Беликовый бросить не дали. И снова пенальти в ворота Астраханочки. Второй подряд пенальти. Вновь Ведехина будет бить. Да. Бежит Полина к 7-метровой отметке. В матче чемпионата страны. Ведехина бросала пенальти. Забила один из двух. Пробила Калинину, но не пробила Трусову. И сейчас Трусова отбивает. Катя Трусова два пенальти отразила в Волгограде. В матче чемпионата страны. И Астраханочка забивает. Ёжикова. 18-14. Догоняет Ёжикова Кожакаль. По количеству забитых мячей. По 4. Волгоградский в атаке. Ведехина. Минута до конца первого тайма. В линию передача. И еще один пенальти. И вновь заработала его Дарья Беликова. Но больно Фроловой. А, удаление вдобавок еще. Яна Жилинская отправляется на скамейку штрафников. Вот за этот фолк, конечно, Яна Жилинская-то удалена. А Фроловой там досталось чуть раньше, в предыдущем эпизоде. Итак, кто бьет пенальти? В составе Динамо Синары. По-моему, это Вернигорова. Валентина Вернигорова. 54 секунды до конца первого тайма. Время остановлено. Валентина Вернигорова принесла победу Динамо Синари. В матче чемпионата страны забила решающий 24-й гол. Итак, против Трусовой Вернигорова. Ложный показ. Мяч в воротах. 18-15. Первый гол Вернигоровой в этой встрече. Игрок молодежной сборной России. Ну и Астраханочка будет атаковать в меньшинстве. Оставшиеся секунды. 30 секунд еще. До свистка на перерыв. Вяхерева. Естественно, по возможности, как можно больше нужно убить времени. И потом уже на флажке бросать. А вот потеря. Кушнырь с мячом. 15 секунд еще есть у Динамо Синары. В первом тайме. В линию и забивает Динамовцы. 18-16. Это Дарья Беликова. За 5 секунд до конца первого тайма сокращает счет. Звучит сирена. Команды отправляются отдыхать. 18-16. Закончился первый тайм в матче 1-8 финала Кубка ЕГФ. Статистика. Итак, статистика. Семиметровый 1-3. Волгоградки забили 2. Астраханки 1 из 1. Удаление 2 у Астраханочки. 1 у Динамо Синары. Броски 6-5. Владение мячом поровну. 50 на 50. Вот такая статистика первого тайма. Ну и счет. 18-16. Довольно много команды забивают. Поначалу были затыки. Но потом пошло-поехало. И те, и другие. 10 минут будет перерыв. Кстати, зажглось время перерыва. 10 минут, а не 15. Ну, по регламенту можно и 10, и 15. И давайте посмотрим повторы самых интересных моментов первого тайма. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, ждем начало второго тайма. А пока слово Кате Булатовой. Блиц-интервью. Спасибо, коллеги. Рядом со мной находится игрок волгоградского Динамо Синара, Валентина Вернигорова. И попробуем зайти с мражеской стороны. Так, Валентина, расскажи, пожалуйста, А насколько принципиальный матч, насколько я знаю, вы вырвали на последних секундах победу Астраханочки. И в чем сегодня принципиальность матча? Ну, так же выиграть, потому что соперник по силам равен. Мы должны как бы не упасть. После первой победы мы должны доказать, что это была не случайная, во-первых, победа, а во-вторых, это нам по силам. Очень много игр с Астраханочкой. У вас уже какие-то братские отношения сложились. Не надоело вообще с Астраханей играть? Ну, а нам не приходится выбирать. Хорошо. У соперников ваших тренер-наставник, это тренер сборной России. Насколько это усложняет игру сегодняшнюю? Может быть, упрощает? Да, ненасколько не усложняет, не упрощает. Потому что все знают этого тренера, и как бы все знают его принцип работы, поэтому нам как бы и не тяжело, и не легче от этого. Как был тренер, так вот же такая сразу. Задача на игру сегодняшнюю какая? Конечно, выиграть. Спасибо большое. Я передаю слово коллегам. Ринат. Спасибо, Катя. Ну вот, игрок Волгоградской команды сказал, что задача выиграть, хотя стратегия двухматчевых игр в Еврокубках такая, что по сумме двухматчей нужно оказаться победителем. И, как правило, в гостях ставится задача проиграть с меньшим счетом. Но если игра идет, то почему и не победить, и не облегчить себе ответный поединок. 16-го в Волгограде будет второй матч этих соперников. Ну а у нас до начала второго тайма остается еще минута. Игроки уже выходят на площадку. Сейчас поменяются своим расположением на скамейках запасных. И будем ждать начало второго тайма. Ну вот так получилось, что в волею календаря чемпионата страны и Кубка ЕГЭФ Астраханочка и Динамо Синара три матча между собой играют подряд. Скажем так. 5-го, 10-го и 16-го января, конечно же, никаких секретов у соперников друг от друга уже нет. Все понятно после еще первой игры этой вот трехраундовой, даже можно сказать, дуэли, уже трехраундовой, 5-го января. И теперь только концентрация, предельная концентрация, предельное внимание может позволить добиться приемлемого результата. Это лагерь Астраханочки, Евгений Трифилов в центре внимания с табличкой тайм-аут. Пока тайм-аутов у нас не было в первом тайме. Ни Виктор Рябых, ни Евгений Трифилов не останавливали игру. Прозвучала сирена. И игроки сейчас возвращаются уже на площадку. Первая атака после перерыва будет у гостей, у волгоградских гандболисток. Еще одну минуту и 7 секунд Динамо Синара будет иметь численное преимущество. Ну и, судя по всему, стартовый состав выпустит Виктор Рябых. Макина, Скоробогатченко. Макина правый фланг. Скоробогатченко правый полусредний. В линии снова будет действовать Петрова. Ну, давайте не будем загадывать, посмотрим. Астраханки-то уже на площадке. У них состав точно стартовый Трусова в воротах. Кожакарь, Смирнова, Вика Жилинская, Вяхерева. А вот Карина Сесенова. Она в первом тайме не играла. Карина под вторым номером сейчас на площадке. На позиции правого края. Македонские рефери готовы продолжить матч. Ну, а пока встанет Динамо Синары. Последние наставления игроков. Много игроков Динамо Синары привлекается в молодежную юниорскую сборную России. Ну, в частности, вот серебряными призерами первенства Европы являются Кушнырь, Беликова, Голикова, Фролова, Вернигорова. Это Ю-19 все. Итак, свисток прозвучал, начался второй тайм. Фролова по-прежнему на позиции разыгрывающего. Ведехина левый полусредний, Скоробогаченко правый. Фанина левый край. Ну и в линии. А вот в линии играет Беликова. Заменила она Петрову. Бросок. Гол. Скоробогаченко забивает. Чет становится 18-17. Вновь минимальное преимущество Астраханочки. Скоробогаченко забивает четвертый свой мяч. В этой встрече становится лучшим бомбардиром Волгоградского клуба. По итогам первого тайма. Скоробогаченко 3, Фролова 3, Ведехина 3, Фанина и Беликова по 2. Пауза у нас. 50 секунд сыграли команды. Время остановлено. Требуется помощь Макиной. Выходит она. Но пока не за пределы площадки. Просто поднимается с паркета. Ушибло колено. Но остается в игре. Замена не потребовалась. Астраханочка продолжает атаковать. Смирнова. Жилинскайте. Смирнова. Снова Вика. Вяхерева. 5 секунд до выхода игрока, который пока на скамейке штрафников. Минуту сыграли команды. В полном составе Астраханочка. Яна Жилинскайте в игре. Получила мяч. 6 на 6. Смирнова. Скрест Вяхерева. Штанга. Подбор за Макиной. И подопечные Виктора Рябых имеют шанс сравнять счет. Если забьют сейчас в этой атаке Фролова. Юлия Голикова осталась на позиции правого полусреднего. Да все-таки Скоробогаченко заменилась. Ведехиной досталось в этом эпизоде. Больный лидер у Динамо Синары. Но играла она на чемпионате мира совсем немного. 47 минут. И 5 мячей сумела забросить. Будущее за этой гонболисткой. Фролова. Макина. 2 минуты позади. Фролова. Бросок. Трусова отбивает. По-прежнему. Астраханочка впереди. Сесенова. Вяхерева. Яна. Вика. Нарушение правил. Пенальти. В первом тайме Волгоградки больше били пенальти. 3 против 1. Ну и вдобавок еще и удаление. Дарья Беликова отправляется на скамейки у штрафников за грубый вот этот фолл против Вики Жилинскайте. 2 минуты 16 секунд. Время остановлено. Поднимается Вика с площадки. В первом тайме Вяхерева забила единственной пенальти. Кто сейчас будет бить? Снова Аня. Вяхерева против Кушнырь. Итак. Ложный показ. Мяч в воротах. 19-17. Анна Вяхерева. И ее четвертый гол. Первый тайм по результативности у Астраханочки. 4 Ёжикова, 4 Кожакарь. По 3 Вяхерева и Вика Жилинскайте. По одному. Яна Жилинскайте, Смирнова, Суханова и Тарасова. Гости пятером. Фролова. Голикова. Ведехина. Гол. Классная комбинация. 19-18. Полина Ведехина. 3 минуты позади его в втором тайме. Четвертый мяч Ведехиной в этой встрече. Кожакарь в краю. Гол. Переиграла она Кушнырь. Кристина Кожакарь. 20-18. Реализовано численное преимущество. Пятый мяч Кожакарь. Фанина. Фролова. Голикова. Снова Голикова с мячом. Еще 40 секунд. Пятером играет Динамо Синара. Фролова. Скрест. Не прошел. И здесь арбитры отбирают мяч. Контратак. Опасно Смирнову. Но неоправданная рискованная передача от Вики Жилинскайте. Учитывая, что у Астраханочки численное преимущество. И, наверное, не стоит так торопиться в контратаку, имея лишнего игрока. А так получится, что Динамо Синара сейчас додержит мяч в меньшинстве. 4 минуты позади. 20-18. По-прежнему Астраханочка сохраняет небольшое преимущество. Лишь два мяча. По ходу встречи максимум это было 4. Гости в шестером. Фролова на Голикову. Перед той сомкнулись. Кожакар и Смирновы не дали пройти на ударную позицию. Повтор этого эпизода. И здесь потеря у гостей. И снова будет контратака. Но на сей раз Вика Жилинскайте не рискнула делать передачу через полплощадки. Отправила мяч Вяхеревой. Ближнему партнеру. И контратаки не будет. Смирнова, Вяхерева, Вика Жилинскайте задняя линия. Яна на позиции линейного. Кожакар и Сесенова края. Бросок Вики. Мяч касается блока. Прилетает в руки Кушнырь. 5 минут сыграно. И Голикова снова на скамейку запасных. Вместо нее Скоробогатченко. Недолго Антонина отдыхала. Снова она в игре. Пролова, Скоробогатченко. Макина, Скоробогатченко. Пролова. Хорошо двигают зону Астраханки. Двигают зону по мячу. И не дают шанса на атаку сопернице. Шанса на бросок, скажем так. Фанина. Ведехина. И Фанина с угла промахивается. Угол был вполне приемлемый для броска. Но Фанина не попала в ворота. Шесть минут сыграно. Это Евгений Трифилов. Недоволен. Много ошибок. Сесенова. Гол. 21-18 после броска Карины Сесеновой. Первый ее мяч. В этой встрече. Сегодня много партнерш по сборной. Ю-19. Ну или Ю-20 теперь уже в этом году. В прошлом году у них была Ю-19 возрастная категория. В этом молодежный чемпионат мира. В России. Все там будут играть. И Сесенова, и Рябцева из Астраханочки. И Кушны, Беликова, Голикова, Фролова, Вернигорова. Если не будет травм. У Динамо Синара есть еще Кристина Алирзаева и Юлия Маркова. Но они сегодня не попали в заявку. Хотя тоже призываются в молодежную сборную России. Фролова. Гол. Мощнейший бросок Ярославы Фроловой. 21-19. Быстрый центр. Кожакарь бросает. Пенальти. Пенальти в ворота Динамо Синары. Уронили Кожакарь. Время остановлено. 6 минут 59 секунд. Вот смотрите повтор. Здесь Макина. Подставлялась. В игрока арбитры. Не свистнули и назначили пенальти. Тут трактовать эпизод можно было или так, или так. Вяхерева. Не забивает пенальти. Кушны сумела отразить ее бросок. 21-19. Не изменился счет. Важный момент. Сегодня в Вяхерево к 7-метровой отметке подходило постоянно. Но вот два забило. Третье не удалось. В Волгограде бросало пенальти Ежикова. Там 6 из 6. Фролова. Скрест. Не дали Ведехиной получить мяч. Снова Ведехина. Фролова. Скоробогатченко. Утыкается в защитниц. Опять свисток. Скоробогатченко. Напрыжка. Нет. Ложная напрыжка. Скидка в линию. На Беликову. Ту вяжут. Пассивная атака. Трусова отбивает бросок. Полины Ведехиной. 8 минут сыграно. 21-19. Смирнова. Пока только один мяч сумел забить. А вот сейчас нет. Пробежка показывает Смирновой. И было нарушение правил. 9-метровый. Мяч не засчитан из-за пробежки. Пробежка. 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 Вяхерева. Вика Жилинская. Это гол. 22-19. Четвертый мяч Виктории. Виктория Жилинская. Виктория. Три мяча. Отрыв. Но здесь все было разыграно здорово. Без шансов для Кушны. Пробежка. Девять минут позади. Трусов обращается к своим защитницам. Хорошо двигали блок. Мяч ушел на угловой. Фанина. Девятиметровый. Придержала, конечно, за форму Сесенова Фанина. Там было нарушение правил. Скоробогатченко. И снова Трусова на месте. Прежний счет. 22-19. Вяхерева. И Вика Жилинская этот мяч вроде бы получала, но не получила. Контратака. Фанина выход один на один. И... И Трусова. Ну, честно говоря, в бытность игроком Астраханочки Фанина не раз имела шансы вот так забить в контратаках, но довольно много было у нее промахов. Поэтому было какое-то предчувствие, что Трусова сможет отразить ее бросок. Десять минут позади. 22-19. Тем более, что Фанина и Трусова играли вместе в одной команде. И Кира прекрасно знает манеру завершения атак. А сейчас забивает Яна Жилинской. 23-19. Второй мяч Яны Жилинской. Плюс четыре. И плюс у Динамо Синара еще и удаление. Юлия Голикова на скамейке Штрафников. Четыре мяча. Больше в этом матче у Астраханочки перевеса не было. И снова четыре. Фролова, Скоробогатченко, Макина. Ведехина. Индивидуальные действия. Гол. 23-20. Здорово сыграла Полина Ведехина. За счет дриблинга индивидуальные действия приносит успех. Уход под себя и выход на ударную позицию. 23-20. И тут потеря Яна Жилинская. Это в руки Макиной дает мяч. 11 минут позади. Волгоградки не будут торопиться в атаке. Более минуты им еще быть в меньшинстве. И вот Валентина Вернигорова на позиции разыгрывающего. Заменила Фролову. Вернигорова. Скоробогатченко. Вышла на нее Яна Жилинскайте. Нарушила правила. Вернигорова. Скоробогатченко. Ведехина. Долго длится атака Динамо Синары. Еще 20 с небольшим секунд гости в пятером. Падение Фанины вы видите в повторе. 12 минут сыграно. И здесь снова свисток. Судьи показывают пробежку. Но было нарушение правил на Вернигоровой. Друзья, давайте поаплодируем Астрахану. Много сегодня болельщиков. Больше чем наполовину заполнен Звездный. Бросок. Ведехина и Трусова на месте. И активно поддерживают астраханцы свою команду. Наверняка на матчах сборной России зал будет полон. И поддержка будет сумасшедшей. Очень в Астрахани хотят увидеть этот отборочный олимпийский турнир. Швеция, Польша. Ну и Мексика вдобавок. Этот матч будет, наверное, не таким интересным. Ну а вот Швеция, Польша. Соперники что надо. На кону две путевки на Олимпиаду в Рио. Претендентов три. Швеция, Польша и Россия. Смирнова. Вика Жилинскайте. Свисток 9 метров. 13 минут позади. Яна пытается атаковать. Пенальти фиксирует нарушение правил. Македонские рефери и 7-метровый. На сей раз Виктория Жилинскайте будет бросать. Интересно, почему не выполняет 7-метровый сегодня Ёжикова. Которая так безупречно бросала 7-метровые отметки в Волгограде. Итак, Вика. Гоу. 24-20. Пятый мяч забивает Виктория Жилинскайте и догоняет Кристину Кожакарь. У них по 5, по 4 у Вяхеревой и Ёжиковой. В равных составах команды. Голикова, Фанина. Макина. Нет, там чуть раньше нарушение. Может быть арбитры и поторопились. Мяч это было в Волгоградок. Но упала Фанина, поэтому не нужно было рисковать здоровьем. Объем игрока. 14 минут сыграно. Сграбогатченко. По-прежнему Вернигорова заменяет Фролову на позиции разыгрывающей. Угловой. Аплодисменты, друзья. Макина. И Беликова разыграли мяч. Беликова по-прежнему в линии действует. Вернигорова в Волг, но подбирает Макина и забивает. А нет, рядом со штангой. Рядом со штангой мяч пролетел. Счет прежний 24-20. Попал в сетку, но сбоку. Сложнее было не забить, но Макина не сумела забить. Счет не изменился. И у Астраханочки впервые в матче есть шанс уйти на пять мячей. Преимущество. Вика Ужилинская это меняет Ёжикова. Карина пол второго тайма была на лавке. Сейчас полная сил возвращается в игру. Итак, 15 минут позади. Смирнова сама атакует. 9 метров. Кушнель отразил ее бросок, но было нарушение. Будет ли плюс пять? Сесенова сама. Гол. 25-20. Карина Сесенова. За счет индивидуальных действий не ожидали от нее смещения в центр. Но Карина за счет индивидуальных действий забивает. Забивает. 25-20. Вернигорова. Скоробогатченко. Вернигорова. 6-0 оборону у Астраханочки. Ведехину не прихватывают персонально. Да, кстати, Ведехина это и нет. Голикова действует на позиции левого полусреднего. И Трусова на месте. Передача через полплощадки на Рачителеву. Мне кажется, тут подтолкнули все-таки. Не свистят македонцы. Негодует публика. Рачителеву вышло играть на место левого края. И снова Трусова. 16 с половиной минут сыграли команды. И тайм-аут. В этот момент тайм-аут. 16 минут 31 секунда. Повтор этого единоборства, в котором Анастасия Старшова и Мария Рачителева. Обе только вышли в славки. Боролись за мяч. Нарушение правил арбитры не обнаружили. Продолжение следует. В защите одни и те же ошибки. Резюме рябых по итогам тайм-аута. Ну и бросайте. Похоже, какая-то неуверенность появилась в лугоградских гонбалистках. Гонбалисток из-за того, что довольно уверенно сейчас действует как раз-таки Тира Трусова в рамке. Несколько сейвов совершила и повесила на свои ворота замок. Матч продолжается. 25-20. Карабагатченко, Вернигорова, Голикова. Фанина. Гол. Ну вот Фанина, самый опытный в этом составе. Забивает. 25-21. Третий мяч Фаниной. Ёжикова. Вяхерева. Смирнова сама не пошла в прорезку. А Ёжикова забивает. 26-21. Секретным оружием Михаила Серегина. Ёжикову не назовешь. Все знают ее качество. Но вот вышла со скамейки и забила. 17 минут сыграно. 26-21. Пять мячей уже у Ёжиковой. Джокер. Вот так, наверное, можно сказать про Ёжикову. Выходит по ходу матча и начинает забивать один гол за другим. Ведехина вернулась в игру. У Динамо Синары вместо Голиковой. Фролова пока на лавке. Ведехина. Скоробогатченко. Гол. 26-22. Хорошее техническое оснащение у Скоробогатченко. Разнообразные броски. Ну а сейчас Тарасову забивает. 27-22. Второй мяч Тарасовой. Всегда приятно отмечать, когда появляется левша. Талантливый левша в составе какой-нибудь российской команды. Вот Скоробогатченко как раз к этим игрокам относится. 18 минут позади. 27-22. Потеря у Динамо Синары. И потеря двойное ведение. У Сесеновой. С того места разыгран мяч. Очень обидно сейчас Астраханке потеряли мяч. Увлеклась Сесенова ведением. Техническая ошибка, увы. Вернигорова. Девятиметровый. Скоробогатченко. Прихватили ее. Таженова вышла у Астраханочки. Мяч попадает в Перекладину. И Фролова в игре. Пас. На Беликову в линию. 19 минут команды сыграли. Беликова оказалась на паркете. Но только 9 метров. Пассивная атака. Нужен бросок. Гол. 27-23. Ярослава Фролова отдохнула. Ну и вернулась на площадку. Отметила возвращение. Взятие им ворот. Таженова. На позиции разыгрывающего. Слева в задней линии Ежикова. Справа Вяхерева. Тарасова в линии. Жакар-Сесенова края. Ежикова. Вяхерева. Сесенова. Вяхерева. И тут пассивная атака. 10 минут до конца матча. Удаление у Динамо Синары. Евгения Петрова. На скамейке штрафников. Ну, по-моему, там фалила-то совсем не она, а Дарья Беликова. Но две минуты выписали Петровой. Таженова показывает номер комбинации, который нужно разыграть. Ежикова. Таженова сама в прорезку и не забивает, но зарабатывает пенальти. Милана Таженова. Самый молодой игрок в составе Астраханочки. Это будущее местного гандбола. Воспитанница Астраханской гандбольной школы. Итак, время остановлено. 20 минут 28 секунд. Пенальти бросает Виктория Жилинскайте. Какие-то претензии у Трифилова к Ежиковой. И Вика не забила пенальти. Второй промах 7-метровой отметки. В этой встрече один Вяхерева, один Вика Жилинскайте. Следующий, наверное, подойдет. Ежикова. К 7-метровой отметке. У Динамо Синара Старшова на позиции правого края. Еще более минуты Волгоградки в меньшинстве. До конца матча 9 минут. Пауза. 21 минута и 3 секунды. Падение игрока. Это повтор падения Скоробогаченко. Но на самом деле Вяхерева оказывает помощь. Аплодисменты болельщиков. Второй сезон выступает Вяхерева за Астраханочку, но является любимцем астраханской публики. Матч возобновился Скоробогаченко, Фролова. Фанина оказалась тут в центре и сделала передачу чужому. Контратака. Главное сейчас не ошибиться. Тарасов. Ну что это за выброс мяча был? Нужно было передачу тогда отдавать или остановиться. Какой-то бросок отчаяния, непонятно чем продиктованный. Прямо в руки Дувакина. И, кстати, Мария Дувакина в воротах у Динамо Синары. 27-23. Погорячилась тут Кристина. Было лишний игрок. Нужно было не спешить. Но Волгоградки додержат мяч до выхода шестого полевого. Скоробогаченко. Ведехина ускоряется. Жестко ее встречают. 8 минут до перерыва. Бросок в блок. Ярославы Фроловой. И подбор за Астраханочкой. Тарасова. Первая была на мяче. Таженова. Берет игру на себя. Падает 9-метровый. Недоволен игрой Смирновой, наверное, Евгений Васильевич Трифилов. И усадил ее на лавку. Таженова. Скидка на край. И Сисенова не смогла переиграть Дувакину. 27-23. Контратака. Фанина. Гол. 27-24. Упала результативность во втором тайме. В первом команде почаще огорчали вратарей друг друга. Во втором забивают поменьше. 7 минут до конца матча. 27-24. Астраханочка впереди. Небольшое преимущество. Таженова. Ёжикова в линию на Тарасову. Смахнули передачу. Но с нарушением правил. 9-метровый. Горшинина. Сама штанга. Вернее, перекладина. Хороший проход Ольги Горшининой. Но вот забить ей не удалось. Пять мячей. Был перевес Астраханочки. Сейчас уже три. И у гостей атака. Может быть. И еще уменьшится этот отрыв. Ведехина сама в атаку, в прорезку. Зарабатывает 9 метров. Ведехина, Фролова, Скоробогатченко. Основное трио в задней линии. Беликова на позиции линейной. Края Фанина и Старшова. Состав Динамо Синары на площадке. Фролова. Бросок. Блок. Жакарь подбирает. Таженова. Вяжет ее Скоробогатченко. Не дает разбить контратаку. 24 с половиной минуты сыграли команды. Южный и Дружный. Партизе, партизе. Вяхерева вернулась в игру. Но вышла играть на край. На правый край. Горшини на правый полусредний. Кожакарь сегодня без замен. Единственный игрок в составе Астраханочки. Ежикова. Гол. Пять минут до конца. 28-24 после точного броска Карины Ежиковой. Шестой гол. Карины. Она лучше бомбардира Астраханочки. 28-24. Хороший бросок. С переводом. Не ждала Мария Дувакина мяч в этом углу. Ответный матч 16 января в спорткомплексе «Динамо» в Волгограде. И Трусова отбивает, но подбор за гостями. И снова Трусова. Старшова что-то там перемудрила с завершением атаки. Ежикова сама идет на атаку. Горшинина на край. Вяхерева. Гол. 29-24. 4 минуты до финального слезка. Скоробогатченко. Гол. 29-25. Очень хороший бросок у Скоробогатченко. Быстрые руки. Резкий замах и мяч в воротах. 29-25. Все решится, конечно же, в Волгограде. Понятно, что ни одной из команд за дело сделать не удалось по итогам первой игры. 16 января определится обладатель российской путевки в одну четвертую финала Кубка ЕГФ. Вообще жеребий оказался довольно странным. И признавали это все. И сразу три национальные пары в одной восьмой финала. Румынская, венгерская и российская. Но мы смотрим за российским противостоянием. Фанина. Гол. 29-26. До конца матча три минуты. Опять перевес Астраханочки сократился до трех мячей. У Динамо Синары Фролова, Фанина и Ведехина по пять. Меньше трех минут. Две минуты и 45 секунд. 29-26. И тайм-аут берет Михаил Серегин. И его ассистент Евгений Трифилов. Слушаем. Радуси, качни в обратно. Дальше. Дальше. Уди ближе. Уди, подъешь. Оставьтесь один на один. Не получил. Перемязь, подкрой. Сложка выпускает. В эту сторону, пойдем. Не бежит вообще. Иди сюда. Сегодня сразу трех правых крайних использовал в матче. Михаил Серегин. Начинала Емельяненко. Продолжала Суханова. Даже четырех. Потом Сесенова. И вот сейчас Вяхерева на этой позиции. На правом краю, на левом краю. Однако Жакарь. Ну, рачитливо выходила, но совсем чуть-чуть. Буквально минуту-другую провела на площадке. Смирнова вернулась в игру. Вот она с мячом. Ёжикова. Снова завязали соперницы. Смирнова. Горшенина. И ее вяжет Беликова. Девять метров. Две минуты до финального свистка. Смирнова сама атаковать. Да, будет пенальти, конечно же. Не успели замкнуться защитницы. И Смирнова вышла на ударную позицию. Только семиметровый. Мог помочь волгоградкам. Сохранить свои ворота в этом эпизоде. Итак, пенальти. Ну что ж, Ёжикова. Как знать, если бы била сегодня все пенальти именно Ёжикова. О, Астраханочке было на два гола больше в активе. Ёжикова против Дувакиной. Гол. Не дрогнул капитан. 30-26 после броска Карины Ёжиковой. Снова Ёжикова лучший бомбардир у Астраханочки. И в этой встрече семь мячей. Потеря у волгоградок. Ёжикова. Точная передача нужна. Нет, вернулась в оборону Голикова. Помешала сделать пас. Девятиметровый. Не будет контратаки. Минута до финальной сирены. Последняя минута матча. Ёжикова. Горшинина. Ёжикова. Бросок. Гол. 31-26. Восьмой мяч Карины. Браво капитан. 31-26. Чем ответит волгоградки. Пять мячей. Конечно, перевес небольшой. И Виктор Рябых берет в этот момент тайм-аут. Около 30 секунд остается играть. В этой встрече. Тайм-аут Динамо Синары. Мяч отсюда. Пустите до того полустрель, до края. Вот сюда, в эту сторону. Как мяч дошел сюда. Вот. Вот. На 4-2 перестраиваемся. Страиваемся. Тоня туда. Идёхов в середину. Нету выхода бросок. Нету выход. По усреднему пускает Тони. Давай! 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 Игроки снова на площадке. Подходит к концу тайм-аут. Заключительный тайм-аут в этой встрече. 33 секунды до конца поединка. Ну что, слоты платы Волгограда в стадион! Ну, если удастся сохранить отрыв пять мячей, это что-то уже, какой-то задел для конечной победы. Фанина. Хотя все решится в Волгограде в любом случае. Скоробогатченко. Жестковато тут сыграно с Ведёхиной. И, наверное, две минуты выпишут Вяхерева. А может быть и только 9 метров. Ведёхина на паркете. Да, там было движение. Ну что, судьи? В полном составе Астраханочка остаётся. Без злого умысла там действовала Вяхерева. Тянулась к мячу. Не было умышленного нарушения. Поэтому судьи посчитали, что 9 метров будет достаточно. 14 секунд до конца встречи. 9-метровый разыграли. Фролова, Скоробогатченко, Голикову. Пас в линию на Фанину. Ещё один 9-метровый. 5 секунд. С края Фанина. Мимо. И? И сирена. Итак, итоговый счёт в матче Астраханочка-Динамо-Синара. 31-26. Победили хозяйки площадки. Матч окончен. Астраханочка-Динамо-Синара. Итак, матч у нас окончен. Ждём итоговой статистики этой встречи. Вот она. Статистика есть. По пенальти 6-3. Ну, одинаковый процент реализации у тех и у других. Астраханки забили 4 из 6. Гости 2 из 3. Но во втором тайме Волгоградки не били ни одного пенальти. Удаление 2 против 4. Владение мячом чуть изменилось в пользу Динамо-Синары. Ну, вот такая итоговая статистика. Броски 12-14. 5 мячей. Хватит ли этого для конечной победы? Ну, сказать пока сложно на данный момент. В любом случае, будет в Волгограде вязкая и упорная игра. И предсказать победителя пока очень сложно. Астраханочка, как вы понимаете, устроит даже поражение с разницей в 4 мяча. Но ориентироваться на поражение не нужно. Можно проиграть и крупнее. Конечно, нужно играть в свою игру. Стараться выиграть. И в Волгограде взять реванш за обидное поражение. Ну, и давайте уйдём на послематчевое интервью. Слово Екатерине Булатовой. Коллеги, здравствуйте ещё раз. Рядом со мной находится братарь гонбольной Астраханочки Верина Анушкина. Итак, оцени, пожалуйста, матч в принципе. И расскажи, что же нового привнёс Евгений Трофилов в нашу команду. Ну, с его приходом мы стали играть более быстрый гонбол. Как бы без конца вперёд-вперёд-вперёд. Нас гонит, как бы физически. Тренировки очень тяжёлые стали. Ну, надеюсь, нам всё будет хорошо. Честно, мы игрой не очень довольны. Не все указания его выполнили. Но у нас ещё одна игра будет с «Динамо». И я думаю, что мы сыграем, мы справимся с твоей ошибкой. И счёт будет намного больше. А что это у тебя в руках? Это, да, моя маленькая поклонница. Вот, девочка тоже занимается гонболом. Делает мне такие подарки. Хорошо. Следующий матч, где, как будет проходить, какие прогнозы? Вы уже начинаете к нему подъехать? Ну, пока будет известно. Сейчас нам в раздевалке скажут, что будет у нас какой тренировочный процесс. Когда, поскольку тренировок, я думаю, что у нас будет мало выходных, потому что отдыхать некогда. Надо работать, работать. А вот, кстати, о выходных. Правда, что вы прям 2 января сразу же вышли на тренировку и с того момента выходных у вас нет? Да, это правда. Мы ещё 1-го числа обещали кросс с губернатором от Петра Первого. Это акция. Вот эта акция была вам слабого. Вот мы участвовали в ней. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что рядом со мной вратарь гонбольного клуба «Астраханочка» и Вильна Ножкина. Коллеги. Спасибо, Катя, за интервью. И давайте посмотрим самые интересные моменты второго тайма. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Поздравляем «Астраханочку» с победой. Смотрите нашу следующую трансляцию уже 20 января отсюда же из «Звёздного». Матч комментировал Ренат Аминов, режиссёр трансляции Александр Ефимов. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...